Подагра Подагра – болезнь, известная с древних времён. Ещё древнеримский врач Гален указывал, что подагра обусловлена распущенностью, несдержанностью и наследственностью. А известный француз Эжен Мушрон, наоборот, воспевал подагру и утверждал, что это болезнь выдающихся, умных и одарённых людей, болезнь королей. В наше время коронованных особ становится всё меньше, а подагры больше. Это правда? Да, верно. В последние годы отмечается рост как первичной заболеваемости, так и распространённости случаев подагры. Вместе с такими заболеваниями, как сахарный диабет, ожирение, которые напрямую зависят от нарушения культуры питания, от введения большого количества мяса в рацион, подагра получила своё распространение как раз именно в последние годы. Но в отличие от романтичных отзывов Эжена Мушрона, романтического в этом заболевании достаточно мало. В заболевании поражаются суставы, развивается тяжёлая артрица, провождающаяся выраженной болью, больные теряют трудоспособность. Кроме того, развивается, во многих случаях развивается почечная недостаточность, поражаются почки. Кристаллы мочевой кислоты откладываются в почечные ткани. Откладываются они в виде камней, развивается так называемая мочекаменная болезнь. Откладываются в виде микрокристаллов почечные ткани, замещая с собой почечную ткань и приводя к тяжёлому недугу почечной недостаточности. Ну, надо же, как всё серьёзно. Хочу представить вам Ирину Фёдоровну Милёхину, заведующую ревматологическим отделением Саратовской областной больницы. Она расскажет нам обо всех нюансах этого заболевания и о том, как можно предотвратить подагру. Ирина Фёдоровна, напомните нам, что такое подагра. Подагра – это тяжёлое системное заболевание, развивающееся в результате нарушения обмена веществ. В частности, нарушение пыриного обмена, в результате которого образуется повышенное количество мочевой кислоты в организме. Что происходит, когда в организме повышается мочевая кислота? Да. При достижении определённого уровня мочевой кислоты она кристаллизуется и выпадает в виде кристаллов моноурата натрия вокруг суставов, откладывается в виде кристаллов подкожно-жировой клетчатки, откладывается в кристаллах в виде камней в почках, откладывается в виде мелких кристаллов в самой почечной ткани, замещая с собой почечную ткань. И как дальше развивается болезнь? В результате отложения кристаллов мочевой кислоты или моноурата натрия вокруг суставов развивается приступ так называемого подагрического артрита. Острый приступ, в результате которого развивается выраженная интенсивная боль. Развивается она за несколько часов, достигает своего пика в течение первых суток. Боль становится очень интенсивной. Иногда больные не могут дотронуться до кожи. Это так называемый симптом простыни. То есть при касании кожи простыней развивается выраженный болевой синдром, усиливается. Как правило, первый приступ подагры, он длится недолго и самостоятельно проходит через несколько дней. Со временем количество приступов увеличивается, временные промежутки между приступами укорачиваются, приступы становятся достаточно частыми, и со временем подагра может перейти в хроническую форму. Хроническая форма подагра характеризуется чередой непрерывных приступов артрита. Это заканчивается артрит одного сустава, развивается артрит другого сустава. И так друг за другом. То есть исчезает холодный промежуток между приступами. Холодный промежуток – это межприступные, так называемые, промежутки, когда больного не беспокоят приступы артрита. У него все суставы болят или какие-то определенные? Наиболее излюбленное место локализации подагрического артрита – первый плюс нефаланговый сустав, начало большого пальца стопы. В 5% случаев поражаются другие суставы. Это считается атипичным проявлением подагры. В этих случаях поражаются коленные, локтевые, лучезапясные суставы, голеностопные. Могут поражаться мелкие суставы кистей в отдельности. А почему именно большой палец стопы? И может ли самостоятельно пройти? Достоверно о причине развития артрита именно первого плюсом фалангового сустава неизвестно. Однако существует предположение о том, что здесь наиболее сниженная температура и наиболее близко расположены сосуды. При сниженной температуре кристаллизация мочевой кислоты происходит быстрее. А какие еще признаки подагра могут быть? Как правило, в далеко запущенных случаях подагры кристаллы мануарата натрия откладываются в подкожно-жировой клетчатке в виде тофусов. Это подкожные узлы, безболезненные, которые также любят свои места. Часто это отложение происходит вокруг локтевых суставов, на ушных раковинах. Это наиболее видимые проявления подагры. Невидимое проявление подагры наиполе опасное – это, конечно же, поражение почек. Мочевая кислота откладывается в виде камней, развивается мочекаменная болезнь. И может быть даже самое наиболее опасное – отложение мочевой кислоты в виде мелких кристаллов во всей почечной ткани, когда мы не можем обнаружить ее обычными методами визуализации. В этом случае мочевая кислота заменяет с собой почечную ткань и незаметно приводит к развитию почечной недостаточности. А вот эти вот тофусы, их можно увидеть, да, своими глазами? Они плотные? Да, это плотные, безболезненные образования, которые располагаются, могут располагаться по всему телу, вокруг любых суставов. Наиболее излюбленное место локализации – это вокруг суставов. А с чем связано нарушение метаболического обмена? Это неправильное питание, наверное? Причин развития подагра достаточно большое количество. Можно разделить их на две большие группы. Первая группа причин связана с повышенным поступлением уринов в организм. Это, как правило, нарушение питания. Большое количество мяса в рационе. А вторая группа причин – это снижение выделения мучевой кислоты из организма. Наиболее частой причиной является почечная недостаточность. А любое мясо тогда нужно ограничить в потреблении? Или, допустим, индейку можно есть целыми днями, и все будет нормально? Любое мясо. Часто пациенты считают, когда им назначают диету с ограничением мяса, что курицу, индейку можно есть без ограничения, не считая ее за мясо. На самом деле в любом мясе содержится одинаковое количество куринов. Ирина Федоровна, ну вот я, допустим, ем мясо начинает с детства, каждый день, и вообще не могу представить себе, чтобы я его когда-нибудь перестала есть. Это означает, что у меня будет подагра? Нет, Вика, это вовсе не означает. К этому должна быть какая-то предрасположенность. К этому могут предрасполагать ожирение, нарушение функций почек, наследственность. И человек может длительное время есть в пищу мясо, а мочевая кислота у него будет в норме. А если уровень мочевой кислоты повысился, то человек обязан бросить есть мясо и придерживаться определенной диеты? Все не так просто. Одна диета не всегда коррегирует уровень мочевой кислоты. На начальных парах доктор просит пациента с гиперурекемией, а это повышенный уровень мочевой кислоты в организме, соблюдать диету. Соблюдение диеты в настоящее время касается только ограничения мяса. Клинические рекомендации ограничивают употребление мяса до 2-3 раз в неделю. Мясо должно быть обязательно отварным во время варки мяса. 50% пуринов, из которых потом и происходит мочевая кислота в организме, выводятся в бульон. Именно по этой же самой причине в диету входит обязательное исключение бульонов, крепких мясных бульонов. В последнее время в результате широкомасштабных клинических исследований удалось выявить, что употребление в пищу рыбы и бобовых продуктов не повышает уровень мочевой кислоты. И поэтому эти продукты допустили для приема в пищу при диете против подагры. Однако это не всегда приводит к нормализации уровня мочевой кислоты. Если в результате диеты не нормализовалась мочевая кислота, здесь уже доктор вам должен назначить препараты, снижающие уровень мочевой кислоты. То есть если диета не помогла? Да. Это единственные медицинские препараты, которые нужно принимать? Или потом это будет целый комплекс? Пока известно, очень мало препаратов, которые влияют на синтез мочевой кислоты и ограничивают ее образование. Это алупринол и получившееся распространение только в последние годы на стране фивоксостат. Только эти два препарата в настоящее время применяются для снижения уровня мочевой кислоты. И это потом пожизненно их нужно принимать? Прием этих препаратов при подагре, к сожалению, пожизненно. То есть если один раз поставили диагноз, то от него уже больше не уйти? Да, от него уже не уйти. Единственное, что нужно делать обязательно, периодически проверять уровень мочевой кислоты и посещать травматолога для того, чтобы он менял дозу препарата, который контролирует уровень мочевой кислоты в организме. Ну, если диета помогла, то тогда, соответственно, можно порадоваться, продолжить свой прежний образ жизни, а потом просто периодически придерживаться ее, да, и понижать уровень мочевой кислоты. Такой образ жизни. Такой образ жизни неприемлем, потому что во время несоблюдения диеты уровень мочевой кислоты может быть достаточно высоким. В это время она будет кристаллизоваться и откладываться в виде камней в самой почечной ткани. Процесс этот, к сожалению, для человека остается незаметным, и поэтому он не может среагировать вовремя, чтобы предпринять какие-то действия для снижения уровня мочевой кислоты. Это состояние может не проявляться появлением артрита, и тогда никаких сигналов к проверке уровня мочевой кислоты и к ее снижению человек не будет получать, и процесс может достаточно далеко зайти. И тогда периодически нужно ходить в поликлинику и сдавать анализы? Да, если у вас однажды уже был обнаружен уровень мочевой кислоты повышенным, в течение жизни нужно периодически проверять мочевую кислоту и придерживаться диеты. В последнее время очень модно худеть, причем чем быстрее, тем лучше. Говорят, что это может привести к подагре. Это правда? Да, это правда. Быстрое снижение веса – это процесс нефизиологичный и приводит ко многим нарушениям в организме, в том числе и к повышению уровня мочевой кислоты. В результате быстрого снижения вевца жировые клетки деградируют, и разрушаясь, они обеспечивают основу для увеличения уровня пуринов и, как следствие, для увеличения уровня мочевой кислоты в организме. Поэтому правильнее снижать вес методично, медленно. А почечная недостаточность – это осложнение подагры или причина подагры? Она может быть и причиной подагры, а может быть и осложнением. Если интактные почки, не затронуты никакой болезнью, начинают поражаться в результате отложения кристаллов мочевой кислоты и нарушаются их функции, это считается осложнением подагры. А если подагра развивается на фоне уже измененных почек с их нарушенной функцией, неважно на фоне какого заболевания, это может быть и длительно текущий сахарный диабет, длительно текущий хронический пилонефрит, гламиронефрит. В результате этих болезней нарушается функция почек и нарушается выведение мочевой кислоты из организма. И в результате повышенного уровня мочевой кислоты опять развивается кристаллизация мочевой кислоты, отложение кристаллов вокруг суставов и, как следствие, приступ острого подагрического артрита. Здесь развивается так называемая вторичная подагра. То есть она вторая по счету после отношения к основному заболеванию. А возраст людей, у которых может развиться подагра? Возраст людей, чаще мужчины заболевают в возрасте 30-40 лет, женщины чаще болеют после 60 лет. Наиболее тяжелые формы подагры, это, конечно, наследственные подагры. Произвиваются массивные тофусы, то есть отложение моноурата натрия вокруг большого количества суставов, откладывается мочевая кислота в виде камней в почках, поражается сама почечная ткань. При наследственной подагре уровень мочевой кислоты достигает 900-1200 микромоллей в одном литре. Это очень высокий уровень кислоты, с которым достаточно трудно бороться ревматологам. Это получается, что человек практически инвалид. А он может ходить на работу, а у него суставы двигаются, или это уже невозможно? Во время острого приступа артрита человек, конечно же, нетрудоспособен. При снятии приступа трудоспособность восстанавливается. И если не пустить болезнь дальше, подагру, и остановить поражение почек, то трудоспособность не утратится на протяжении всей жизни. А если человек обратился к врачу по другому заболеванию и видит в анализах повышение мочевой кислоты, это подагра? Нет, Вика, не все случаи повышения мочевой кислоты называются подагрой. Подагра должна сопровождаться артритом, и должно быть их не менее двух эпизодов за жизнь. В остальных случаях, когда мы видим повышение уровня мочевой кислоты, мы называем это бессимптомной гиперарикемией. В этих случаях необходимо понаблюдать за этим уровнем. Может быть, он был временным, и самостоятельно снизится через какой-то определенный промежуток времени. Если он сохраняется в течение какого-то времени постоянно повышенным, то тогда нужно обратиться к ревматологу и получить соответствующие рекомендации. Иногда это состояние оккупируется нормализацией питания, то есть снижением или исключением мясных продуктов из-за рациона, переходом на рыбные продукты. Иногда приходится назначать медикаментозное лечение. А если ситуация наоборот, вот у человека опухоли и суставы, боль, но при этом мочевая кислота в норме, это может быть подагрой? Это может быть подагрой. Особенно нужно думать о развитии подагрического артрита, если касается дела, опять-таки, большого пальца стопы. Первое плюс нефалангового сустава. Это самый характерный сустав для подагры. И большой ошибкой является определение уровня мочевой кислоты первые две недели после начала приступа. В это время мочевая кислота кристаллизуется, и уровень в крови ее значительно снижается. Может сохраняться длительное время на нормальном уровне. После стихания приступа артрита уровень мочевой кислоты возвращается к своему исходному значению примерно через 2-3 недели. В это время нужно следовать уровню мочевой кислоты, в это время он будет истинным. То есть через 2-3 недели после приступа артрита. Интересно. Да, совершенно верно. Давайте вернемся к диете. Все-таки получается, нам единственное, что нужно ограничить, это мясо. А вот сладкое, алкоголь, солености, копчености. Да, в интернете сейчас очень много различных диет, которые рекомендуют пациентам ограничить алкоголь, копчености, сладости, чай, кофе, некоторые виды зелени. Ну, начнем с того, что алкоголь это всегда не полезно для организма. А вот в отношении остальных продуктов, здесь вопрос достаточно сложный, потому что влияние этих продуктов на повышение уровня мочевой кислоты не исследовано. Здесь нужно, конечно, опираться на клинические исследования, чтобы рекомендовать ограничение или назначение тех иных продуктов питания. В отношении рыбы и бобовов также длительное время существовал запрет при наличии подагры. В последнее время проведены клинические исследования, которые показали, что уровень мочевой кислоты при употреблении рыбы и бобовых не повышается. И продукты эти разрешены к применению. В отношении других продуктов клинические исследования пока не проведены. Ну, современному человеку стоит опасаться этого заболевания и как себя вести, чтобы его избежать? Можно вот как-то предупредить или отследить? Подагра является, наверное, самым управляемым заболеванием из всех ревматических заболеваний. И совместно с ревматологом при правильном поведении пациента можно достичь очень хороших успехов и не получить никаких осложнений на протяжении всей жизни. Спасибо вам большое. А в следующем выпуске программы «Школа доктора» мы отправимся к хирургам и узнаем, как лечится аппендицит в современных условиях.